МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В афише появляются новые имена. Непростая задача – подбор музыкального репертуара, который не наскучит зрителям, ложится на плечи арт-директора клуба Надежды Походий. Именно она поделилась с нами последними новостями и рассказала о грядущих мартовских концертах. Надя, привет! Мы сегодня находимся в клубе «Игре Бутмана». Расскажи, пожалуйста, какими новостями можете похвастаться и что интересного произошло за последнее время? Ну, наверное, одна из самых главных новостей за последнее время – это то, что джаз-клубы «Игре Бутмана» внесены в топ-150 лучших джазовых клубов мира по версии авторитетного журнала «Даунбит». Это очень важное событие для нас в смысле в плане концертном. Одно из, опять же, ярчайших событий – это минувший фестиваль «Триумф джаза». Три дня у нас тут были переаншлаги, публика была в восторге. Выступали оркестры Игоря Бутмана, был пианист Олег Акуратов, пианист Билл Черло по-американски со своим трио, гитарист Лерри Тянур со своей командой Рой Хейнс. Ну, что касается, если брать немножко подальше, поглубже, то за последние месяца три-четыре у нас эти стены приняли крупнейших музыкантов. Это был гитарист Пэт Мартино, были саксофонисты Эрни Уотт и Джалил Шоу, были ряд проектов, представленных Олегом Бутманом с несколькими певицами, темнокожими и певцом Тай Стивенсом, мастером игры на стилпене Леон Фостер Томас. В общем, у нас жизнь достаточно насыщенная, бурлит, постоянно мы предлагаем что-то новое, интересное наше клуб. Если говорить о самом репертуаре, ты арт-директор, ты занимаешься подбором музыкального репертуара клуба, ты выбираешь артистов. Скажи, по какому принципу ты выбираешь соотношение, скажем, иностранных, русских артистов, новых имен, либо уже известных музыкантов? То есть каким образом у тебя, на что падает твой выбор? Прежде всего, надо сказать, что клуб Игоря Бутмана на Чистых Пордах уникален хотя бы тем, что это единственный клуб, не только в России, но и вообще в мире, где регулярно по понедельникам выступает джаз-оркестр Игоря Бутмана. Такого нигде нет. Поэтому, так или иначе, когда я составляю программы, я постоянно держу в голове образ нашего оркестра и самого Игоря Бутмана. И, конечно, сама себе пытаюсь ответить на вопрос, насколько это, в принципе, возможно сопоставить этих артистов в условиях одной афиши. Это оркестр, это наш бриллиант, наша главная визитная карточка, и, конечно, они задают очень высокий уровень. Основные критерии – это не только талантливость. Таланта зачастую бывает мало, потому что все артисты, которые к нам обращаются с просьбой поставить концерт, они априори талантливые. Тут нужно нечто большее, это должно быть что-то из ряда вон. То есть тут имеет значение и эксклюзивность самого музыкального материала, и высокий уровень энергетики, и харизма артистов. В общем, очень много различных параметров, которые сходятся, вот, так сказать, в одном. И часто даже то, что невозможно словами объяснить, а можно только почувствовать, так или иначе, это должно брать за душу то, что они делают. Поэтому главный критерий, опять же, для нас – это эмоциональное состояние публики во время концерта и после него. Опять же, возвращаясь к оркестру, каждый раз мы видим удивительные метаморфозы, когда приходят люди, как люди обычные, может быть, немножко уставшие после работы, а уходят просто какие-то светящиеся существа с горящими глазами, с улыбками на лицах, благодарят и бронируют столики уже на следующие концерты. Поэтому, конечно, лично для меня это вообще эталон того, что должно быть, как должен проходить концерт в нашем фоне. Иностранные артисты, ну, как правило, у нас несколько концертов в месяц бывают. Иностранцы, международные проекты, тут Олег Бутман привозит каких-то музыкантов из Америки. И часто наши российские музыканты предлагают какие-то, опять же, проекты с кем-то. Мы, как правило, идем навстречу. Это интересно. Что касается наших музыкантов, у нас есть, конечно, какой-то определенный реестр таких резидентов клуба. Это мэтры, например, Данил Крамер, Алексей Козлов, ну и так далее. В общем, какие-то очень мощные фигуры, которые у нас выступают. И также мы пытаемся каждый раз привлекать какие-то новые имена, свежую кровь, что-то такое очень талантливое, что потенциально, может быть, завтра приобрести статус, опять же, каких-то известных популярных музыкантов. Если как раз говорить о новых именах, как ты сама говоришь, в Афише часто появляются, да? Ну не часто, но тем не менее, да, появляются какие-то новые музыканты. Кого бы ты особенно выделила из, может быть, из тех, кто будет выступать у вас в ближайшем будущем, либо из тех, кто уже сейчас есть в программе? Ну, есть ряд таких музыкантов, которые даже, может быть, лично для меня стали открытием. Это, например, Алевтина Полякова, тамбонистка в оркестре Игоря Бутмана, которая совсем недавно стала петь также, сейчас активно занимается вокалом и создает свои программы, пишет аранжировки. Вот 12 февраля она у нас впервые выступила с сольным концертом, очень успешно. И мы будем, конечно, продолжать с ней сотрудничать в дальнейшем. Вот, еще я бы назвала нескольких вокалисток. Это, например, Нани Ева. Она у нас однажды выступила, тоже достаточно успешно. Я думаю, мы будем приглашать ее снова. Вообще, сама по себе очень интересный человек. Она уже много лет преподает йогу, и при этом еще занимается сочинением собственных песен. В чем вот ее уникальность? В том, что она поет русскоязычный соул. Хотя сам по себе этот стиль или жанр соул. Он как-то на русский язык не очень хорошо ложится, а вот ей как-то удается соединять эту стилистику с русским языком. Очень интересно. А потом такая певица Асид. Она, в общем, достаточно давно уже на сцене, но, тем не менее, в клубе Игоря Бутмана она недавно появилась. Тоже такая интересная певица, очень энергичная, очень заводная. И концерт публика очень хорошо принимает. Еще одно из последних моих открытий – это молодая певица Екатерина Ангвари. Они сотрудничают в основном с гитаристом Матвеем Байдиковым. Они однажды у нас выступили. Девушка поет на нескольких языках. И очень проникновенная, и чувственная, действительно так волнующая. Это что касается вокала. Инструментальные проекты тоже есть интересные. Я бы назвала органное трио Владимира Нестеренко. Сейчас активный проект развивается. Он там играет на электрооргане, еще плюс гитара и ударные. Сейчас он пока играет на своем органе, переносном. Но вот у нас здесь есть настоящий Хамонт Б3. Он сейчас требует некоторого ремонта. Я думаю, что мы эту проблему вскоре решим. И вот зазвучит этот самый настоящий Хамонт Б3, который не звучит, насколько я знаю, в России нигде. Ну и, конечно, еще ряд проектов. Например, квитет Дмитрия Мосьпана. Соксофонист в оркестре Игоря Бутмана тоже создает свою музыку. Тоже очень интересно. Они набирают также силы. Я думаю, что у них в будущем, на всяком случае, я желаю им успешного карьерного роста. Не могу не спросить о Полине Зизак. После ее появления, ну она выступала в клубе Гутмана и до-шоу, и после шоу «Голос». После ее участия в проекте, насколько публика, насколько поменялось внимание публики в Полине? То есть она как-то выросла? Замечается ли это на ее концертах или на ее участии в ваших концертах? Надо сказать, что интерес к Полине Зизак и до проекта «Голос» был весьма значительный, потому что она девушка, конечно, безусловно, талантливая и вообще такой уникум природы, когда сходится в одном человеке и потрясающие внешние данные, и большой талант. Поэтому она как бы выступала, и раньше ее очень хорошо принимали с большим интересом. Но после проекта «Голос», конечно, она стала известна, может быть, большему кругу, более широкому кругу публики, поэтому, конечно, сейчас у нее больше концертов. Но вот мы сейчас ведем переговоры с ней насчет выступления в апреле, так что в начале апреля у нас будет фестиваль Бетломании, и мы очень надеемся, что она выступит у нас. Последний мой вопрос, если говорить о весеннем репертуаре, это замечательный день, 1 марта. Поздравляю вас. Начало весны, люди все ждут, ждали очень этого события, несмотря на то, что еще снег на улице. Что вы приготовили для зрителей, для слушателей на весну, по крайней мере, на ближайший март? На ближайший март у нас готовится очень много сюрпризов, он такой будет крайне насыщенный, в том плане, что будут выступать музыканты, которые очень редко выступают не только в этом клубе, но и, в принципе, в России. Главное событие марта – это, конечно, концерты пианиста Леонида Чижика. Это наша живая легенда, наш исполин джазовый, он уже много лет живет в Германии и очень редко приезжает вообще в Россию. И сейчас у него будет такой тур, он сначала едет в Челябинск, а потом приезжает в Москву. И для нас, конечно, большая честь, что он будет выступать в этом клубе. Это будет 14-15 марта, будут два концерта. И, кстати говоря, 13 марта будет его творческая встреча, и все, кто хотят пообщаться с маэстро, с великим, получат такую возможность на базе Игоря Бутмана. Также в марте к нам приедет трубач Алекс Сипягин. Он когда-то жил в России, сейчас уже давно, больше 20 лет живет в Америке. Он привозит свою команду. К нам приедет французский квартет, блюз и бионт квартет. Такая очень интересная музыка. Они тоже очень редко приезжают в Россию. И в этом клубе они будут выступать впервые. Также будет выступать певица Манифа с трио Олега Бутмана. И, наконец, на финал месяца у нас еще одна, так сказать, бомба готовится. Это 29 марта. У нас будет выступать Олег Акуратов. Этот гениальный совершенно парень из Ростова. О нем одно время сделали передачи на главных наших телеканалах. Это человек, который не видит этот мир, но он его чувствует очень глубоко и тонко. Играет на рояле, великолепно поет. И он сейчас выступал как раз на триумфе джаза и здесь, и в Доме музыки. И люди просто плачут, когда он поет. Настолько это глубоко и трогательно, и по-настоящему очень сильно. Поэтому все, кто хочет отдохнуть из себя таланты, всех этих людей, пожалуйста, приходите в джаз-клуб Игоря Бутмана. Надежда Походи специально для My Way Story.